ДТП в Иркутской области. В субботу около 12 дня на федеральной трассе Вилюй столкнулись кроссовер Lexus имени Вен Ниссан. В результате погибли три человека – оба водителя и пассажир внедорожника. 30 автомобилей сгорели за считанные минуты. Крупный пожар произошел вчера ночью в центре Читы. Там вспыхнули крытая общественная стоянка и нежилой дом. С огнем на площади 700 квадратов боролись 70 человек и 15 единиц техники. Уже известно, меры пожарной безопасности на стоянке не соблюдались. Здание было обшито пенопластом, а внутри находились газовые баллоны. Днем ранее в Бурятии сгорели 50 голов скота. Пожар произошел на ферме в Улусе-Хурамшай Волгинского района. На момент прибытия пожарных полыхала стайка с животными. На тушение 600 квадратных метров потребовалось более пяти часов. Погибло полсотни животных. Причины выясняются. Сегодня в полседьмого утра скорая столкнулась с легковушкой. Авария произошла в Улан-Удэ на перекрестке улиц Кирова и Смолина. Митсубиси Либера ехал по главной дороге на зеленой. А вот скорая помощь решила проехать на Красный. У автомобиля была включена мигалка, но не было звукового сигнала. Теперь водителю спецмашины грозит штраф в размере одной тысячи рублей. Пенсионерка плеснула кипятком в лицо полицейскому. Инцидент произошел в селе Шералдай Мухаршибирского района. Женщина проживает там вместе с дочерью и ее молодым человеком. Последнего разыскивали полицейские. Мужчина спрятался в подполье, однако сотрудники его обнаружили. Во время задержания хозяйка дома налила в ковш из чайника кипяток и плеснула в лицо одному из полицейских. Он получил ожог мягких тканей и оболочки глаз. На 61-летнюю женщину возбудили уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание здесь – лишение свободы на срок до 10 лет.